Когда шесть лет назад Илья Семченко приобретал поддержанный Ford Focus, он стал жертвой мошенника. Дело в том, что красноярский аферист заложил машину в ломбард. В течение нескольких месяцев мы разбирались в обстоятельствах этой запутанной истории. И итоги нашего журналистского расследования наводят на тревожные мысли. В 2010-м Илья Семченко устроился на должность торгового представителя. А на этой работе без машины далеко не уедешь. В поисках оптимального варианта Илья Анатольевич отправился на просторы интернета. Остановился на Ford Focus, выбрал именно этот вариант, потому что подходил по цене, достаточно недорогой, но опять же цена не была занижена. Заключили договор купли-продажи, через 4 дня я поехал в ГАИ, поставил его на учет, пробили по всем базам, в базах он нигде не числился, я получил номера госрегистрации. Спустя месяц со дня покупки, в канун Нового года, на мобильный Илья Семченко позвонил майор Шумайлов из Красноярской милиции и попросил помощи в раскрытии преступления. Для встречи с сотрудниками ОБЭП из Красноярска я специально выбрал людное место, вот здесь на ГПНТБ, на главном входе. При встрече меня очень смутил их вопрос, почему вы приехали не на своем новом автомобиле Ford Focus. Нарезонный вопрос, а при чем здесь автомобиль, Илья услышал. В вашем автомобиле ездил какой-то нехороший человек и что-то спрятал в тайнике. Давайте проследуем к вашему автомобилю и мы это изымем. Сказали, что при изъятии понятые нужны, нужна собака, чтобы это найти, давайте проедем до отдела полиции. Собака, в отличие от понятых, не пригодилась, ведь под таинственным что-то майор Шумайлов имел в виду сам Ford Focus. В Новый год Илье Семченко предстояло отправиться пешком. Просто показали, что есть постановление суда об изъятии, давай документы, вот тебе пакет, собирай вещи и можешь быть свободен. В 2010-м некий Владимир Гафаров понабрал у красноярского ломбарда партнер с краткосрочных займов под залог автомобилей. Машины он тут же продал под дубликатом ПТС, а сам исчез. А пока ломбард заводил судебное разбирательство, перекупы сбрасывали опасный товар невнимательным покупателям. Когда заключали договор купли-продажи, мы на самом деле не обратили внимания на то, что продавец указал в графе сумма продажи 10 тысяч рублей. А заплатили вы сколько? Мы заплатили 360 тысяч. Гафаров с 2011-го в федеральном розыске, а Илья Семченко признан потерпевшим по уголовному делу. Но 10 тысяч в графе сумма продажи сводит к минимуму смысл судебной борьбы. В суде по иску об убытках, естественно, должен доказать размер убытков. Но поскольку, исходя из документов, которые нам даны, он передал 10 тысяч рублей, и иного не доказано, и доказано не будет, и не сможет он иначе доказать. Это говорит о том, что он имеет право на компенсацию убытков в размере 10 тысяч рублей, к сожалению. Нам удалось найти перекупа Ford Focus в Новосибирске. Дмитрия Богданова. Он оказался немногословен и воочию, и по телефону. Вас беспокоит корреспондент программы «Прецедент». У меня у кого-то пара вопросов. Сколько прошло времени с тех пор, как мы купили машину у Гафарова и продали Семченко? Дмитрий Юрьевич. Дмитрий, здравствуйте. Вы так и не ответили на вопрос. Почему за 10 тысяч машину продали? Потому что я их за столько продал. То есть, по-вашему, она стоила 10 тысяч? Ваше какое как бы дело? Мы делаем сюжет. Если мне некогда, до свидания. Если Илья Семченко наслаждался своим авто хотя бы месяц, другой жертве Гафарова и того не перепало. Анна Амелькина за своим «Ниссан Мурана» а-ля Гафаров поехала в Барнаул. Отдали 500 равных тысяч. А в договоре? В договоре 10. Села я за руль и отправилась в город Новосибирск, в свой родной. Проехав, наверное, треть пути, нас подрезает «Мерседес» зеленого цвета. У них было оружие. Они выбегают с документами, показывают ПТС. Сколько говорят, что машина заложена. Представились охранниками службы безопасности «Ломбарда» ООО «Партнер». Это в городе Красноярск. Спор на шоссе закончился звонком уже знакомому нам майору Шумайлову. Красноярский офицер отреагировал молниеносно. И уже через два дня лично изъял «Ниссан» у Анны в пользу «Ломбарда». Показалось очень странным, что люди от «Ломбарда» ждали, знали, что мы поедем обратно. И показалось странным настолько хорошее отношение с представителями АБЭПа. По щелчку вылетает майор и ведет себя как-то так, знаете. Внятных ответов из красноярского МВД мы упорно добивались два месяца. Но получали лишь отписки. Мол, Гафаров в розыске. Остальное – тайна следствия. Прежде всего, меня интересовали обстоятельства изъятия машины. Кто изымал, на каком основании, когда это произошло. Ну, это надо как бы... Ну, это уже там следствие отвечает. Не мы. Я за следствие не могу там отвечать. Никто не хочет ворошить прошлое. Нет Гафарова – нет проблемы. Словно он один мог разыграть такую комбинацию. Антон Семченко и Анна Амелькина потерпели неудачу в десятке судов. И уже опустили руки. Автомобилем я владела около полутора часов, не больше. И такое вот счастливое обладание этим серебристым ураном мне обошлось в 500 тысяч рублей. Избежать такой ситуации и не пенять потом на суд до наследствия при покупке авто с рук несложно. Нужно убедиться в том, что вам предъявляют оригинал ПТС и сверить ВИН-номер с тем, что под капотом. Затем на бесплатных сервисах ГИБДД и Нотариальной палаты проверить покупку на предмет залога и угона. Ну, а если ты платишь 500 тысяч, не стоит указывать 10.